Как же я иногда люблю быть неправ, мои булочки. Помните, когда мы говорили про то, как Юбисофт уверовал в NFT и я предполагал, что даже несмотря на подавляюще негативные отзывы, их в любом случае раскупит в момент, потому что инвесторы в виртуальные джипеги действительно настолько отчаянные товарищи. Я ошибался. Они даже им оказались не нужны. Они вообще никому оказались не нужны. Мы с вами сейчас действительно смотрим на важную веху в истории развития игровой индустрии, даже если пока что так не кажется. Потому что как только игровые издатели начали произносить слово NFT и как только они начали проявлять активные попытки их навязывать, я моментально в общем-то смекнул, что это не закончится в ближайшие несколько лет. Они продолжат прощупывать почву. Они продолжат пихать их в одной форме, потом в другой, потом в третьей до тех пор, пока не найдут подходящую. Подходящую я имею в виду ту, которая соберет недостаточно негативных отзывов ту, которую люди схавают. Это постоянно происходит каждый раз, когда находится какой-то новый модный способ честного отбора денег у своей аудитории. С лутбоксами было тоже самое, до этого в принципе с микротранзакциями было тоже самое в формате DLC. История повторяется постоянно. Просто она по-другому называется. Классический прием. Если ты хочешь продать что-то, что ты знаешь, что людям не понравится, просто назови это каким-то интересным словом. Это буквально то, чем издатели занимаются только в отношении инвесторов по большей части. Уже прошло несколько месяцев, с тех пор, как эта тема началась и до сих пор ни один, ни один крупный издатель, люди, которые по идее шарят в бизнесе, ну надо думать, ни один из них до сих пор не смог дать даже приблизительно удовлетворительного ответа на один простой вопрос. Зачем? Ну даже нет, не совсем зачем, потому что мы знаем зачем, чтобы заработать на лохах, но какую проблему NFT решают? Я надеюсь, что к этому моменту мне уже не нужно объяснять вам, что такое NFT, потому что я снял слишком много тематических видео для здорового человека. Ну скажем так, есть группа не культистов, не верующих, а очень мудрых и прогрессивных инвесторов, которые покупают виртуальные джипеги, потому что в будущем эти виртуальные джипеги могут стать дороже в цене по какой-то причине, непонятно по какой. Пока что единственная причина, которую они называют, это потому что NFT это будущее. Соответственно, если мы вложимся в него на, так сказать, граундфлоре, то мы таким образом будем как ребята, которые вложились в биткоин еще до начала десятых годов или типа того. Короче говоря, классическая фома, вкладывайся сейчас, иначе упустишь свой шанс, остается в итоге верхушка, которая реально зарабатывает бабки на лохах и лохи, которые оказываются внизу пирамиды. Кстати говоря, NFT это не пирамида. Хэштег NFT не пирамида и хэштег NFT не культ. Я жду от вас хэштегов, дорогие мои, чтобы никто не запутался, это важно. Пока что они не зашли слишком далеко, народ все еще не устал оказывать им сопротивление. Вот недавно Григорович из Сталкера 2 захотел нам свои NFT продать в качестве уникальной возможности получить своего собственного NPC в игре. Почему нельзя было ту же самую шнягу провернуть без участия NFT, почему нельзя было просто устроить конкурс какой-нибудь, никто не знает. Ну, правильный ответ, потому что они хотели заработать побольше бабла, его никогда не бывает слишком много, я понимаю. Они пытались туда свои NFT впихнуть, я снимал про это отдельное видео. Примерно на следующий день они написали, что, пацаны, мы слышим вас и ни в коем случае NFT вводить не будем, все отменяется. Мы четко услышали ваш фидбэк и приняли решение отменить все программы, связанные с NFT в Сталкер 2. Мы понимаем, что наши фанаты и игроки это наша главная целевая аудитория, поэтому удовлетворение их потребностей является главным приоритетом для нашей команды. Я бы не сказал, что они активно перебиваются в воздухе, ну ладно, наверное, можно, но все-таки они принимают правильное решение в том плане, что у вас реально есть аудитория, которая потребляет ваш продукт, поэтому ваших интересах удовлетворять потребности аудитории. И если потребность аудитории входит в взятие вот этой вот новой прогрессивной технологии и выбрасывание ее в окно, то вы, наверное, хотите выбросить ее в окно. Не то, чтобы вы что-то потеряли в конечном итоге, кроме как бабла. Очень, очень много бабла, которое можно было бы заработать на лохах, но, извините, не выйдет. Ну, молодцы, Games World. Молодец, Григорович, ничего не могу сказать. Молодцы. А знаете, кто не отказался от своей программы? Знаете, кто не молодцы? Ubisoft. Потому что, конечно, это Ubisoft. Кто еще это может быть? Какие еще рептилоиды, очень успешно скрывающиеся под личины настоящих людей, совершенно себя не выдающие, могут, обратив внимание на тотальный и очень хорошо слышимый фидбэк своей собственной аудитории, сказать нормально. Нормально, они ничего не понимают. Только рептилоидам из Ubisoft может прийти в голову гениальнейшая идея взять базовую текстурку для шлемака, который никто не захочет иметь у себя в инвентаре даже за бесплатно, скорее всего, и наделить его уникальностью с помощью штрих-кодов и цифр у него на лбу, которые в игре в любом случае никто не увидит, и засунуть их в Ghost Recon Breakpoint, который в любом случае никому не нужен, если только они не хотели прощупать почву на более безопасном поприще, до которого никому особо дела нету, но, в общем-то, неудивительно, почему тогда в итоге у нас окажутся не самые приятные результаты. То же самое касается штанов, которые вообще никаким образом не выделяются, кроме того, что они наверняка сделаны из качественного материала, к сожалению, в виртуальной игре я это вам сказать не смогу, и пушки, которые отличаются тем, что на ней есть немножко красных текстурок. Это все, это все NFT-предметы, которые они решили в игру ввести, уникальные, между прочим, хорошая инвестиция, как вы дальше поймете. Только рептилоиды из Ubisoft в своем посте анонсе новой технологии, решающей проблему, которой ни у кого никогда не было, но я уверен, что какую-то проблему она наверняка решает, просто Евсгельмон пока нам не сказал, какую именно. Только они могут начать свое заявление о продукте, который людям, скорее всего, не понравится, с того, что эта технология, между прочим, невероятно энергоэффективная. Потому что очень часто в контексте NFT слышно, что они плохи для природы, давайте называть вещи своими именами, всем абсолютно насрать на это, да? Люди не любят NFT не по этой причине, мягко говоря. И в конечном итоге только рептилоиды из Ubisoft могут выложить видеоанонс на свой YouTube-канал, собрать давящее количество дизлайков, никому не понравилась эта идея, и как вы дальше поймете, вот эти вот полторы тысячи человек, которые поставили лайк, нихрена не отвечают реальному количеству заинтересованных в программе людей, только они могут его потом скрыть, но не отказаться от самой программы. То есть мы притворимся как бы, что ее больше нету, чтобы не наносить нашему бренду еще больше ущерба. Но если вы хотите купить у нас NFT, то вы не стесняйтесь, пацаны, все для вас. Мы посидим на всех стульях сразу. У нас очень много задниц. Причем, чтобы вы правильно меня понимали, когда я говорю, что NFT не решают никаких проблем, по крайней мере в рамках видеоигр, я буквально имею это в виду. Нету ни одной проблемы, которая существовала бы и ждала бы появления NFT для того, чтобы наконец устраниться. Буквально все, что делают NFT, за исключением одного единственного пункта, можно совершенно спокойно сделать с помощью классической базы данных, где, соответственно, хранились бы данные об уникальности тех или иных предметов. И Dota 2 совершенно спокойно торгует по факту уникальными шапками, в которых есть уникальные гемы, уникальные автографы от киберспортсменов, какие-нибудь уникальные расцветки и так далее и тому подобное, и в принципе чувствует себя совершенно спокойно. Однако, что с шапками из Dota делать нельзя, так это свободно и неконтролируемо, важно подчеркнуть, продавать их на сторонней платформе, которая была бы одобрена разработчиком слэш-издателем. NFT вам такое делать позволяют. Но надо понимать, что это не решение какой-то ранее существовавшей проблемы. Это возможность. Возможность, которую вы не можете получить от многих других продуктов. Но когда вы думаете об этом с такой точки зрения, с той точки зрения, что теперь благодаря возможности свободной торговли эти предметы становятся не просто шапками, а инвестициями, вы уже перестаете думать об игре. Ну согласитесь, это так. Вы больше не думаете о том, насколько хороша игра. Эти вещи виртуальные по сути теряют для вас ценность как предмета, способного доставить вам удовольствие внутри игры. Потому что костяной хук на пуджале, какие там сейчас модные предметы, я не знаю, я не следил. Люди заинтересованы в них, потому что эти предметы обладают некой внутриигровой ценностью, которая потом выражается в рублях на внутренней площадке стима. Допустим, хук пуджа для вас стоит там условные 10 тысяч рублей. Это означает, что вы свое удовольствие от пользования этим хуком цените на 10 тысяч рублей. Если вы эти 10 тысяч на него потратили, то вы в принципе не пустили эти деньги по ветру, потому что вы свое удовольствие в итоге получили и все нормально. Правильно? Правильно. Когда вы вкладываетесь в подобные NFT, вы не думаете о том, сколько удовольствия этот предмет принесет вам внутри игры. Ну по крайней мере это не тот эффект, на который идет расчет. Вы думаете о том, за сколько вы в итоге сможете эту штуку перепродать для того, чтобы получить некий процент возврата по инвестициям. И нахрен тогда в общем-то нужна игра. Я пока что не видел ни одного четкого ответа от реально существующего разработчика или хотя бы издателя, который бы мне нормально пояснял, почему существование NFT внутри игры делает игру лучше. Буквально все, что они говорят, это, ну короче, веб 3.0 и прогрессивные технологии E. Это сейчас не метафора, это не преувеличение. Сами разработчики из Ubisoft, когда услышали о том, что начальство собирается вводить эту интересную новую технологию, задавались теми же самыми вопросами внутри своих компанейских чатов. Мы получим еще больше урона нашему бренду. Неужели это действительно того стоит? Какую именно проблему мы пытаемся решить? Это реальная цитата реального участника процесса. Это не я придумал. Ладно, я как бы, я обычный блогер, я ни хрена не смыслю. Вот, настоящие профессионалы своего дела задаются тем же самым вопросом. Но что лично Ивс Гельмон, ну знаете, тот самый Ивс Гельмон, который покрывал бункеров женщины, который, возможно, до сих пор продолжает этим заниматься, просто мы пока что не слышали свежих новостей с места событий и всячески пытается не напоминать об этом лишний раз. Тот самый Ивс Гельмон, вы знаете о ком я, он на это буквально отвечает, по словам самих же разработчиков из Юбисофта, большим и очень содержательным ничем. В своей внутренней QA-сессии, по видео, которая с разработчиками была проведена, он, по сути, закидал их словами, которые ничего сами по себе не значат, но очень круто звучат. Типа Web 3.0 и прогрессивные технологии и все прочие важные слова. Как бы объяснить, представьте себе, что вы работаете в некой вымышленной, неназванной компании по разработке видеоигр, да, и у вас есть начальник, которого зовут, ну, скажем, Сергей Семенович. То есть Сергей Семенович ваш начальник. И в какой-то момент Сергей Семенович подходит к вам и говорит, нам нужно обложить нашу игру плиткой, нам нужно положить очень много плитки, чтобы каждая дорога на всех наших картах была обложена плиткой, срочно нужно закупать виртуальную плитку у моей виртуальной жены. На что разработчики некой неназванной видеоигры говорят, Сергей Семенович, мы все понимаем, плитка это круто, но как насчет того, чтобы потратить ресурсы, которые вот у нас есть, да, ведь это реально требует ресурсов. Не только разработка самих NFT-предметов, она наименее затратная, но еще и реклама всего этого дела, разработка сайта для того, чтобы его рекламировать, там, пятое, десятое, все это стоит каких-то денег. Почему бы нам не потратить эти ресурсы, например, на облагораживание какого-нибудь района на нашей карте или, я не знаю, на расширение какого-нибудь проблемного узла на стыке с МКАДом или что-нибудь в таком духе. Почему бы нам не забить на плитку, почему бы нам не забить на вот эту вот задачу, которая ничего хорошего для нас, по сути, не делает, и просто оставить все как есть, пока мы решаем настоящие проблемы. На что начальник видеоигровой компании Сергей Семенович начинает орать, как сраный аутист, пускать слюну с пеной у рта, и в итоге вам все равно придется прокладывать плитку, потому что зарплату вам платит Сергей Семенович, а не вы сами, так что выбора у вас особо нет. Это вот примерно как себя чувствуют разработчики из Ubisoft сейчас. Ну вот вопрос, надолго ли? Как там обстоят дела у Ubisoft Quartz, у этой прогрессивной программы, которая, кстати говоря, если вы вдруг не помните, требует от вас наиграть в Ghost Recon Breakpoint примерно 600 часов для того, чтобы получить этот уродливый шлемак, который не отличается ничем от 2000 таких же шлемаков, кроме того, что у него есть уникальный серийный номер на лбу, который вы в любом случае в игре не увидите, однако получив этот уникальный NFT, вы становитесь полноценным партнером Ubisoft, инвестором, который теперь может выгодно эту хреновину перепродать для того, чтобы Ubisoft мог собрать свои проценты, и вы будете в итоге чувствовать себя от этого хорошо и в чем себе не отказываете. Лиз Эдвардс, являющаяся также одним из старших дизайнеров персонажей в Apex Legends, то есть не последний в индустрии человек, мягко говоря, решила провести свое независимое расследование. Под независимым расследованием имеется в виду, что она тупо зашла на одобренные Ubisoft сторонние маркетплейсы и посмотрела, сколько именно транзакций там имело место за последние несколько дней. Пост, кстати говоря, 20 декабря 2021 года. Известно, что владельцев этих NFT на данный момент насчитывается чуть больше 2000, а именно 2110 человек примерно, около того. В данный момент из этих NFT в продаже находится 21 штука, начиная с 60 тезосов. Не спрашивайте ради бога, это еще одна криптовалюта из 10 тысяч этих криптовалют, я уже сбился, не думайте об этом. Один тезос равен примерно 4 долларам США, что-то в таком духе, если я ничего не путаю. И в целом за все возможные транзакции, которые успели произойти за последние несколько дней, а именно где-то 15 транзакций на одном маркетплейсе. В целом они имели общую сумму в 94,49 тезосов. Это примерно равно где-то около 400 долларов США, в переводе на человеческие настоящие деньги. 400 долларов США это скорее всего не тот объем общих транзакций, на которые рассчитывал Ubisoft, когда тратил буквально десятки тысяч долларов на разработку этой рекламной кампании, на отпечатку, отпечатку самих этих уникальных предметов, на разработку сайта для того, чтобы все это дело нормально застримлайнить. Ну короче говоря, вы понимаете, производственные траты обычно не самые маленькие в таких компаниях, даже если они откровенно говорят того не стоят. Причем вы при желании можете произвести свое уникальное расследование сами. О, надо же, на 5 тезосов больше стало, еще одна продажа видимо состоялась. Вы можете посмотреть на такие сторонние маркетплейсы, одобренные Ubisoft'ом, как Object.com или, например, rareable.com. И заметить, что в целом было продано на 100 тезосов на одной площадке, в то время как на другой площадке точных цифр не видно или, по крайней мере, они скрыты. Хотя они на продажу и выставляются, все эти десятки уникальных, уникальных пушек, которые выглядят абсолютно одинаково, но у них есть уникальный серийный номер, значит они уникальные. Поэтому вы не просто лох, который покупает у Ubisoft'а или у других лохов эти инвестиции. Вы настоящий мамкин инвестор, вы прогрессивный, смотрящий в будущее миллионер. Понимаете, завтра уже вы станете самым настоящим магнатом, если только сейчас купите себе вот эту вот гифку с изображением винтовки, которую даже в игре можно использовать. Это делает ее лучше, чем гифка с какой-нибудь танцующей макакой на скейтборде или что-нибудь в таком духе. Никто их, правда, сука, не покупает, хотя многие за эти лоты просят довольно-таки большие суммы. Я не понимаю, почему один такой лот стоит буквально в 10 тысяч раз больше, чем другой такой же лот, и это даже не метафора. Тут реально есть лоты, которые насчитывают даже сотни тысяч этих тезусов, видимо тем, что у него есть какой-нибудь очень красивый серийный номер, поэтому он дороже. Люди, которые на полном серьезе инвестируют в NFT, вообще сумасшедшие, но даже они, даже они, судя по общему количеству транзакций, которые за последнюю неделю после того, как эта программа активизировалась, не превышает 20, реально 20, 20 человек, решили купить это у какого-то другого лоха. Не более того, они не очень хорошо как-то тиражируются. Даже эти люди, настолько отбитые, не готовы покупать хрень, которую пытается им впарить Ubisoft. Нужно быть определенного склада ума рептилоидом для того, чтобы дойти до такой отметки в своей жизни. Чтобы даже, будучи матерым, кидалый людей на реальный продукт, когда ты под видом настоящей игры продаешь им Far Cry 6, ну, ну, нужно уметь профукать все полимеры настолько откровенно. Я правильно понимаю ситуацию, спрашивает Лис Эдвардс, Ubisoft умудрился сделать NFT, которые не хотят покупать даже NFT-энтузиасты, потому что если так, то это очень и очень, сука, смешно. Да, Лис Эдвардс, ты абсолютно правильно понимаешь. Более того, я могу объяснить тебе, почему NFT-энтузиасты не хотят покупать NFT от Ubisoft. Дело в том, что из-за того, что NFT от Ubisoft это виртуальный предмет, существующий внутри игры, Ghost Recon Breakpoint в данном случае, он каким-то чудесным образом имеет еще меньше ценности, чем JPEG-ленивая обезьяна на скейтборде на каком-нибудь OpenSea, потому что JPEG-обезьяны, по крайней мере, не привязан к платформе, которая рано или поздно перестанет существовать. Ну, потому что это ААА-разработчик, который постоянно меняет свои тайтлы все новыми и новыми тайтлами. Вы знаете, как это работает. Мне не нужно объяснять вам, что такое FIFA, правильно? Мне не нужно объяснять вам, чем FIFA 20 отличается от FIFA 21. Вы прекрасно понимаете, к чему я веду. Соответственно, люди не могут быть уверены в том, что ценность, ценность этих NFT, за которые с них требуют деньги, реально себя оправдает как инвестиция через год, через два года, потому что как только выйдет следующий, Ghost Recon Breakpoint 2, Electric Bugaloo или как он там в итоге будет называться. В этот самый момент NFT эти, скорее всего, мы не знаем, может быть, Ubisoft будут переносить их из тайтлов тайтл, если они эту затею не бросят, но опять же никаких гарантий нет. Этот NFT моментально потеряет любой остаток своей ценности, потому что технически никто не может им воспользоваться и владеть. А способ владения этим NFT уже будет неактуален на тот момент. Я не знаю, как они это сделали, сука, но каким-то образом они умудрились сделать еще менее ценный NFT, еще менее ценную инвестицию, чем инвестиция, которая и до этого никакой ценности, сука, не имела. Они умудрились уйти в негатив. Был ноль, а стало минус один. Минус два, минус тридцать, потому что это Ubisoft, накинем им еще минус двадцать пять, просто потому что мне рожи их не нравятся. Мне нравится, с каких козырей заходят к атаку. Они в последнее время реально пытаются быть со своей аудиторией на одной волне. Правильно, никто не покупает Ubisoft-овские помойные NFT в Ghost Recon Breakpoint. Я даже не могу сказать, что они как-то неподавающе ведут себя для журналистов, потому что, ну, давайте называть вещи своими именами, это действительно куски говна, которые Ubisoft пытается загонять. Точнее, нет, извините, Ubisoft-овские NFT на самом деле менее ценные, чем какашки, потому что какашки, по крайней мере, можно использовать как удобрение у тети Моти на даче. А с NFT от Ubisoft ты буквально ничего сделать не можешь. Алис продолжает задаваться вопросом. Вот у них есть эти две тысячи NFT, которые они все еще продают. Они у них все еще лежат на виртуальном складе, если вообще до сих пор существует. Им реально нужно было потратить какие-то ресурсы, деньги, упаси господи, для того, чтобы все это как бы отпечатать. Ну, потому что для того, чтобы это NFT появилось и транзакции передалось, кому-нибудь действительно нужно потратить определенное количество ресурсов, которое в денежном эквиваленте примерно равно что-то там 1,03 доллара, 0,03, по-моему, или около того. Но на самом деле отпечатать вот эти вот уродливые шлемаки, это много денег не стоит. Они гораздо больше вложились в рекламную кампанию, в производство рекламного видео, в производство сайта, в производство всего того, что эти NFT окружают, для того, чтобы прощупать почву и в итоге, может быть, даже там чего-то заработать. Если люди будут активно, инвесторы, извините, инвесторы будут активно этими штуками торговать. Они потратили на это, скорее всего, пару десятков тысяч долларов, потому что даже если реально эта работа много денег не стоит, то в таких больших компаниях, из-за того, как там работает бюрократия, все равно эти деньги куда-то в итоге ушли. И они нихрена не оправдаются. Они нихрена не оправдаются в ближайшее время, потому что даже NFT-энтузиасты не хотят покупать эту парашу. То есть давайте суммируем, да, вот подведем итоги. Ubisoft сделал бесплатные NFT, они бесплатно раздавались людям при удовлетворении некоторых условий, например, проиграть в Ghost Reck and Breakpoint 600 часов и получить вот этот уникальный шлемак. Эти бесплатные NFT попали им в руки с расчетом на то, что Ubisoft будет получать процент с их торговли на одобренных площадках с помощью вот этих вот тезосов, которые я буквально впервые сегодня о них услышал, но это нормально, потому что криптовалют слишком много, их больше, чем людей уже, их больше, чем машин в Москве к этому моменту, наверное. Но в итоге люди ими не торгуют, потому что зачем тебе покупать то, что и так можно получить бесплатно, тупо играя в Ghost Reck and Breakpoint, но из-за того, что их как бы искусственно ограниченное количество, они в теории чего-то стоить должны, но из-за того, что они привязаны к видеоигре, которая из-за того, что это делает Ubisoft рано или поздно потеряет свою актуальность, и NFT заведомо уже этой актуальности не имеют, потому что все и так знают, чем все в итоге закончится, и никто ими не торгует, и они никому не нужны, и мы имеем 20 транзакций за последнюю неделю, с тех пор, как эта программа начала существовать, и Ubisoft очень любит говорить про NFT, как и другие издатели, но они понятия не имеют, что это такое, зачем оно нужно, и, по сути, единственная причина, почему такие большие издатели продолжают повторять одно и то же слово, значение которого они не понимают, очень проста, инвесторы любят слушать красивые сказки про то, как посмотрите на наш прогресс, посмотрите, какие мы прогрессивные, вкладываемся в технологии, пока они еще находятся в своем зародыше, для того, чтобы потом быть передовой компанией, впереди планеты всей, пожалуйста, продолжайте инвестировать в нас реальные деньги. И вот на этой доброй ноте я вас, дорогие мои, отпущу с сегодняшней передачи. Напоминаю, что хэштег NFT не культ и хэштег NFT не пирамида. Если кто-то будет показывать вам, как работает NFT, и вам начнет казаться, что это пирамида, когда есть верхушка, которая продает абсолютно бесполезную парашу лохам, чтобы эти лохи потом продавали ее другим лохам, и третьим, и четвертым, и пятым, до тех пор, пока лохи не закончатся, не думайте о пирамиде. Да если эта схема похожа на пирамиду, то это не пирамида, потому что NFT это технология будущего. Если вдруг ваши знакомые не будут верить, что NFT это технология будущего, примените все имеющиеся у вас возможности. Время, их внимание, добрую волю, деньги, неважно что, обязательно заверьте их. Заставьте их поверить в то, что NFT это технология будущего, которая на самом деле захватит мир уже через пару лет. Потому что если люди верят в NFT, то NFT имеют силу. Это единственный способ заставить их иметь какую-то ценность, если все будут верить в то, что у них есть ценность. Поэтому ваша личная ответственность и задача как прогрессивного инвестора в NFT это заставить всех окружающих вас лохов, друзей, извините, поверить в то, что NFT реально имеют ценность. И тогда NFT докажет, что она не пирамида. Все нормально. Я вас верю. Спасибо вам, мои дорогие мальчики и девочки, за то, что вы смотрите вместе со мной на позорище Ubisoft. Спасибо вам за то, что вы лайки с комментариями оставляете на канал, подписывайтесь с колокольчиком. И спасибо вам за то, что вы, мои дорогие булочки, такие замечательные. Люблю вас.